Далее к другим новостям. Светофор на Т-образном перекрестке возобновил свою работу в обычном режиме. Поводом для этого послужили два дорожно-транспортных происшествия на пересечении улиц Первомайска и Ленина и последовавшее за ними предписание окружной госавтоинспекции. Напомню, изначально планировалось перевести светофоры на данном перекрестке в режим мигания желтого сигнала продолжительностью на 5 дней. Тему продолжит Александра Литкова. Отключить светофор на Т-образном перекрестке на пересечении улиц Ленина-Первомайская было решено на прошлой неделе. В ходе совещания в режиме видеоконференц-связи профильный департамент ИУПР Дом Прикамья, который занимается содержанием федеральной трассы, договорились отключить светофор на 5 дней. Решение было принято для того, чтобы проанализировать движение на дороге без регулирования. И в случае, если статистика покажет, что без светофора движение автотранспорта является более комфортным, его включать не будут. По просьбе жителей, водителей, все-таки просили перевести в мигающий режим, потому что отсутствует в критические часы пробка, когда у нас светофор не работал. На сегодняшний день УПР Дор Прикамья вчера утром пошло нам навстречу, отключило. Для того, чтобы мы провели все-таки, скажем так, это назовем это статистикой, промониторили ситуацию. На самом ли деле улучшится ситуация. И, как показала практика, ситуация резко ухудшилась. В тот же день на этом участке дороги произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия. За это время произошло два дорожно-транспортных происшествия. Один с участием автомобиля «Субару» и автомобиля «Митсубиси». Водитель автомобиля «Субару» в нарушении правил проезда перекрестков не уступил дорогу транспортному средству «Митсубиси», пользующемуся преимущественным правом движения, то есть двигающемуся по главной дороге, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Во втором случае водитель наехал на дорожное ограждение и скрылся с места ДТП. Это и послужило поводом для включения светофора раньше намеченного срока. По словам руководителя окружного профильного ведомства, основная задача департамента и других служб – повышение качества дорожного движения и оптимизация движения транспортного потока. Поэтому в ближайшие дни для этого будут приняты все возможные меры. Мы обсуждали с супердорпликами еще один вариант. На светофоры, которые находятся до Т-образного перекрестка, это один на рабочей, второй на Октябрьской, чтобы с ними посмотреть, каким образом синхронизировать так, чтобы уменьшить вот эту пробку. Я думаю, что мы, наверное, еще посмотрим и на лесозаводе. Напомню, стабилизировать ситуацию, которая привела к возникновению дорожных пробок, профильному ведомству ранее поручил глава региона Александр Цибульский. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Антон Выдряков, Телеканал «Север».